всем привет сегодня я расскажу вам какую мы совершили ошибку в далеком 2014 году когда начинали строительство своего собственного дома здесь на филиппинах изначально мой блог был о том какие блюда можно приготовить из филиппинских продуктов в мои планы не входило показывать не мой дом в котором я здесь живу не членов моей семьи постепенно зрители моего канала начали задавать мне вопросы не связанные с кулинарией теперь в своих рассказах я регулярно выхожу за пределы кухни я с удовольствием делюсь со своими зрителями опытом проживания на филиппинах но совсем недавно я посмотрела видео одного русскоязычного блогера который занимается строительством здесь на филиппинах и строить дома из дерева без всякого слова умысла я хотела подсказать человеку что строить дома на филиппинах в тропическом климате очень плохая идея вне всякого сомнения я не имела никакой выгоды этих своих комментариев я просто хотела предостереть человека от тех ошибок которые совершили мы но к моим советам не прислушались более того мои комментарии были удалены для начала давайте вернемся в 2014 год наш дом строился по проекту нарисованному по нашему эскизу а уже потом утвержденному во всех необходимых инстанциях строился он из бетона и шлакоблока естественно с залитием необходимых фундаментов и сейсмо поясов но все же некоторые элементы дома были сделаны из бруса из дерева и фанеры готовое строение в некоторых местах было украшено половинками выкрашенного бамбука антитермитными растворами были обработаны не только материалы но и сам земельный участок ну а теперь давайте посмотрим что же случилось с нашим домом через шесть лет мы находимся в одной из комнат на втором этаже эти маленькие шарики продукты жизнедеятельности термитов проще говоря их какашки съеденное дерево это первый признак того что ваш дом или мебель едят термиты несмотря на то что уборка в этой комнате проходила четыре дня назад все поверхности в большей или меньшей степени усеяны этими шариками вот эта фанерная стена уже полностью съедена термитами от фанеры здесь осталось только название ее можно просто надавить пальцем и проткнуть насквозь со дня на день мы собираемся реконструировать эту стену поэтому вот такие поврежденные места просто заклеены а вот до этой стены между комнатами термиты еще не добрались поэтому даже по прошествии шести лет она чувствует себя великолепно а вот еще одна стена в этой же комнате съеденная термитами эти стены внешние и они не случайно поражены термитами поскольку те изначально завелись в бамбуке снаружи дома именно в этих местах из него была отделка здесь вы можете увидеть не только продавленную пальцами фанеру ну а еще один сюрприз деревянного дома в его стенах очень любят поселяться крысы да да крысы их здесь очень много а вот это и есть термиты вернее одна из стадий их развития эту стадию называют еще белыми муравьями сейчас нам в полном смысле этого слова приходится перестраивать весь дом вот эта стена на втором этаже уже реконструирована также уже полностью переделана еще одна стена в другой комнате на втором этаже когда разбирали старую стену в ней были целые термитники сейчас в этой комнате проблем нет а вот еще одна часть второго этажа нашего дома где сейчас происходит ремонт раньше здесь была наша спальня с большим балконом сейчас мы переделываем ее под комнату для гостей здесь по максимуму убраны все деревянные или фанерные элементы стены заменены на стены из шлака блока или хала блока как он здесь называется как видите потолок тоже убрали и уже куплен пластик новый потолок будет из пластика окна вставлены тоже без деревянных рам кстати обратите внимание на окнах только пыль от стройки но ни одного бегающего насекомого здесь им просто нечего есть и опять возвращаемся в первую комнату здесь этих насекомых видимо невидимо кстати они очень больно кусаются и после их укуса шишки на теле долго не проходят стадии развития термита несколько вы можете посмотреть об этом в интернете вот эта комната следующая по очереди на полную реконструкцию вот это внешняя стена между комнатами на втором этаже тоже на замену спускаемся на первый этаж здесь уборка проводилась чуть больше недели назад и вот что мы можем увидеть на деревянных рамах окон вся беда в том что вы можете даже и не знаю что ваш дом едят термит внешне внешне элементы дома будут казаться невредимыми а по сути целыми будет только их оболочка на месте установки этого кондиционера меньше месяца назад было обнаружено гнездо геккона еще одного любителя жить в деревянной стене дома а вот этот бамбук снят с тех частей нашего дома где уже проведена реконструкция посмотрите что с ним сделал термит и это несмотря на то что он был обработан анти термитными средствами как при начале стройки так и в течение этих 6 лет мы также проводили анти термитную обработку дома как говорится комментарии излишни старого дома который мы сняли его весь поел термит весь сейчас мы где был бамбук убираем выбрасываем ставим шлаковок термитов полно вот сейчас я вам покажу смотрите вот они бегают если видно будет конечно видно вот это уже другая стадия не так что на окнах бегает это уже те которые более крупные они вот с крылышками летают с крылышками они уже да переносятся с места на место вот это все с бамбука вот они его едят этот бамбук хотя была обработка хорошая обработка тоже обрабатывали несколько раз и дорогие обработки чего только не делали все равно дело времени с обработкой съедят немножко его подольше без обработки побыстрее вся разница но все равно это будет съедено все вот то что мы делали платили деньги покупали все это получается зря все по съедению теперь переходим только на шлакоблок вот везде если вы обратили внимание в доме где был бамбук все уже поедено его убираем и заменяем на шлакоблок хорошо везде стоят сейсмопояса армированные и мы просто делаем как бы закладки уже шлакоблоком пояса срочно намучились мы с этим бамбуком больше связываться не будем никакая обработка ничего не помогает здесь климат сырой все вот термит съедает к сожалению нашу реконструкцию немного приостанавливает начинающийся сезон дождей и очередной тайфун который только-только прошел на территории филиппин но тем не менее это неизбежно а вот это я увидела когда зашла в комнату вечером в которой днем был отключен кондиционер термиты принялись сжирать дом здесь с удвоенной силой и получается так что мы просто научились на своих ошибках но если бы в свое время нам кто-нибудь хотя бы намекнул что возможен такой итог мы бы никогда не связались в строительстве дома на филиппинах с элементами из дерева умудренные этим опытом новое здание рядом с нашим домом здание мини-отеля мы строили уже без всяких деревянных частей и с ним с этим зданием нет никаких проблем ну а наш дом по сути мы сейчас отстраиваем заново только частями и сейчас мне на ум приходят слова из старой песни думайте сами решайте сами иметь или не иметь такие же проблемы надеюсь та информация которой я поделилась в этом ролике окажется вам полезной не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропустить новые сюжеты всем спасибо за просмотр хорошего времени суток и встретимся на настоящих филипинах и